На собрании присутствовали священнослужители из города и области, в том числе благочинные и руководители епархиальных отделов, сотрудники епархиального управления и учащиеся Центра подготовки церковных специалистов. Во время ежегодного епархиального собрания правящий архиерей старается максимально подробно представить год и жизни епархии, рассказать о разных гранях церковного служения. В своем докладе владыка сообщил, что на сегодняшний день в Симбирской епархии действует 129 приходов. Три женских монастыря совершают свое служение 141 священнослужитель. Владыка отметил, что непростые события, которые сегодня происходят в мире, повлияли и на жизнь епархии. Нашим долгом и нашей общей обязанностью является забота о сохранении и дальнейшем развитии церковной жизни на нашей Симбирской земле и в нашем Отечестве. И в то же время мы не можем не видеть и не осознавать, что мир стремительно меняется. Происходят события, которые неизбежно отражаются на жизни каждого человека и на которые необходимо откликаться. Митрополит Лонгин перечислил основные события, связанные с помощью и поддержкой военнослужащих. Это передача санитарных автомобилей УАЗ в зону проведения специальной военной операции, служебные командировки священнослужителей для духовного окормления воинов и сбор гуманитарной помощи. Во всех храмах собирается гуманитарная помощь, во многих храмах плетутся маскировочные сети, льются окопные свечи, которые потом передаются на передовую. Конечно же, нельзя не сказать об огромном участии военных священников, которые сейчас находятся на передовой с нашими бойцами. В 2023 году правящий архиерей совершил великое освящение шести храмов. Продолжаются работы по строительству храма святого благоверного великого князя Александра Невского в Засвияжье. На территории храма святителя Николая Чудотворца в Ульяновске завершилось строительство духовно-просветительского центра, которое велось несколько лет. Правящий архиерей подробно рассказал о жизни Симбирской епархии в 2023 году. Он остановился на вопросах строительства, реставрации и благоукрашения храмов, общеепархиальных мероприятиях и работе епархиальных отделов, проблемах пастерского служения. Отдельная тема в докладе правящего архиерея была посвящена необходимости сохранения исторической памяти и почитания подвижников благочестия. Владыка напомнил, что в этом году решением Священного Синода утвержден новый состав Собора Симбирских святых. В него вошли имена еще шести подвижников, так или иначе связанных с нашим краем. Это священно-мучник Александр Тропицин и архиепископ Самарский святитель Герасим Добросендов, архиепископ Астраханский, священно-мучник Ирии Василий Покровский, Владимир Пексанов, Николай Розов, Сергий Знаменский. Митрополит Лонгин рассказал о работе епархиального центра подготовки церковных специалистов и упомянул о необходимости нового здания, поскольку растет число абитуриентов. Управляющий епархией обратил внимание на ряд вопросов, касающихся образовательной и духовно-просветительской деятельности епархии. Митрополит Лонгин призвал священнослужителей к более активной работе со школами, вузами и техникумами, а также подчеркнул особую миссию воскресных школ на приходе. Я глубоко убежден, что без воскресной школы у наших храмов нет будущего. Задача воскресной школы – воспитывать право верующих православных христиан, которые живут по заповедям и не мыслят в своей жизни без Бога и Церкви. Это очень сложная задача, это программа максимум, и мы должны помнить о ней, даже если нам пока приходится решать огромное количество других технических задач и проблем. Митрополит Лонгин затронул также тему социальной деятельности епархии. Одним из наиболее успешных он назвал благотворительный проект «Спасибо, мама», направленный на сохранение жизни ещё нерождённых малышей. Ещё одним значимым событием стало создание Центра социальной поддержки опора при Никольском храме Ульяновска. Заключительная часть собрания была посвящена ответам владыки на вопросы духовенства, большинство из которых касались священнической практики. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.